Замминистра МВД Российской Федерации заявила о переброске боевиков к Афгану-Таджикской границе. Федеральная служба безопасности задерживает в Магнитогорске мигрантов. В Туркменистане начали бороться с бородой. Замминистр внутренних дел России Игорь Зубов выступил с заявлением по поводу Таджикистана, несоответствующим действительности. Так, выступая на итоговой коллегии МВД по Татарстану, он сказал, боевики исламского государства в массовом порядке неизвестными вертолетами с территории Пакистана перебрасываются сегодня на границу Таджикистана. Также замминистра призвал руководство России усилить контроль над таджикскими трудовыми мигрантами. «Мы видим, что у нас идет приток мигрантов из определенных стран. Несмотря на то, что они, судя по показателям, стали вести себя более законопослушно, тем не менее, та идеология, которую они сюда завозят, те их устремления, они изначально требуют нашего повышенного внимания», – приводит слова Зубкова РИА Новости. Пресс-служба погранвойск Таджикистана опровергла заявление Игоря Зубкова, сообщив, непосредственно вдоль участка таджикско-афганской линии государственной границы на сегодняшний день членов террористической группировки «Исламское государство» не зафиксировано. Следует отметить, что тема существования террористической угрозы для стран Центральной Азии с территории Афганистана педалируется властями РФ на протяжении долгих лет для оправдания и усиления своего военного присутствия в регионе. Но впервые это озвучивает высокопоставленный представитель МВД РФ, причем связывая данную тему с приростом притока мигрантов из стран Центральной Азии в РФ, носящих угрозу. Якобы переброски боевиков ИГИЛ на границу или в Таджикистан из Пакистана. Наблюдатели отмечают, что, возможно, таким образом замминистра МВД РФ оправдывает целесообразность действия сотрудников своего ведомства по отношению к мигрантам из стран Центральной Азии, которые за последние годы все чаще становятся жертвами произвола и насилия силовиков. Зачем вы его бьете? В Магнитогорске массово проверяют выходцев из Центральной Азии. После взрыва маршрутки из жилого дома 31 декабря прошлого года в Магнитогорске российские спецслужбы и полиция продолжают задержание лиц, якобы по подозрению в причастности к этим инцидентам. Несмотря на то, что власти России официально заявили, что эти взрывы в Магнитогорске носят бытовой характер. Так родственники и правозащитники сообщают о применении пыток к задержанным с целью получить признание в несовершенном преступлении. Один из таких задержанных сотрудниками ФСБ, гражданин Кыргызстана Хуснидин Зайнабеддинов, подвергается жестким пыткам. Об этом журналистам сообщила его супруга. Халимахон Зайнабеддинова, жена Хуснидина Зайнабеддинова, рассказала, что во время шестичасового допроса в отделении полиции ее мужа подвергали жестоким пыткам. «Когда я встретилась с мужем в ОМВД, все его лицо было синим, глаза красные и руки были опухшие, нос был весь в синяках и искривлен в одну сторону. Увидев состояние мужа, я закричала и спросила его, почему они так поступили с тобой? Хуснидин рассказал мне, как его пытали в ОМВД. Меня пытали целых шесть часов, били по спине, потом выложили кирпичи на спину и били током, били током по ушам и голове. Я потерял сознание, потом они облили меня водой. Сказал мне муж, говорит Халима Зайнабеддинова. Женщина, ссылаясь на слова мужа, говорит, что сотрудники спецслужб в масках снимали на видеокамеру процесс допроса и пыток. Как сообщает АНТ, альтернативные новости Туркменистана, ссылаясь на несколько своих источников, в Ашхабаде или Папской области Туркменистана развернута кампания против носителей бороды. 24 января в шестом микрорайоне столицы прямо на улице был задержан молодой человек. По словам очевидца, у парня имелась растительность на лице. Другой источник из Ашхабада сообщил, что знает несколько парней, которых забрали на Житникова. На этой улице находится комплекс зданий, МВД и МНБ. Коллега провел там двое суток, сообщил источник. Когда пришел на работу, начальник у него поинтересовался, что сумел выйти. Тот ответил, что помогли знакомые. По его словам, Житникова забит бородатыми. Другой источник в Репапском Вилаяте сообщил 25 января, что одного из его родственников с бородой в мусульманском стиле, когда усы сбриваются полностью, продержали в полиции несколько дней. При этом мужчину заставляли выпить алкоголь. Это подтверждает и информационное агентство хроники Туркменистана. При этом сообщает о существовании негласного закона о запрете отращивания бороды мужчинам до 40 лет. Следует напомнить, что в феврале прошлого года туркменские силовики по поручению властей начали подвергать допросам прихожан мечетей с требованием прекратить совершение намаза. Молодых людей с бородами принуждали ее сбрить, а также угрожали увольнением с работы в случае продолжения совершения намаза. Согласно докладам международных организаций, Туркменистан вот уже на протяжении многих лет входит в число стран, где соблюдение религии находится под жестким контролем государства.